Аптечка укомплектована, календарь прививок изучен. Самое время посмотреть сюжет от нашего корреспондента. Если в свои 40 или 50 вы еще не написали полонез, как это сделал Шопен в 6, или не сочинили музыку к опере, как Прокофьев в 9, значит ли это, что нужно ставить на себе крест? Здесь, в этой музыкальной школе, для взрослых уверены, музыке все возрасты покорны, и начать никогда не сложно. Об этом мы сегодня поговорим с самими учениками школы. Сергей, скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне 50 лет. Как вы пришли в музыку? Ну, немного в детстве занимался, ну, любовь как-то к музыке осталась, поэтому где-то лет 7 назад, наверное, решил снова заняться. Нравится мне флейта. Сергей по профессии юрист. Сейчас у него своя фирма, о музыке, как о большой карьере, не задумывался. Но мысли об игре в оркестре не покидали никогда. Научиться играть на флейте – такому желанию дома удивились. Однако папу поддержали все. А затем и сын решил пойти по стопам отца. Тоже учится играть на флейте. Семейное музицирование – это вообще распространенная практика. Ольга – виолончелистка. Играет в оркестре с мужем. Он – гитарист. Мне очень хотелось, чтобы мы проводили время вместе. А когда я уходила на оркестр, он ждал меня дома. И нам было грустновато от этого. Поэтому, когда мы соединились вот в оркестре, то вообще стало супер. Оба серьезно сели за инструмент только к 30 годам. Сомнения, страх, неуверенность поначалу сопутствовали всем, говорят музыканты. Но попав в среду, все внутренние преграды исчезли. Когда видишь кругом таких же единомышленников, пальцы сами тянутся к струнам и клавишам. Как правило, это мечта детства, которая имеет место реализации после того, как человек состоялся в профессии. Когда он уже закончил учиться, начал строить карьеру, когда это все вырулилось, и уже человек стал позволять себе заниматься собой. Сергей и Ольга каждые выходные проводят на сцене. Оркестр выступает на различных арт-площадках, в том числе и городских, а также в музеях и на выставках с музыкой от Баха до Агаты Кристи и Би-2. Пусть за плечами нет долгих лет колледжа и консерватории, главное – мечта детства, наконец, осуществилась. Да, виртуозом, мировой звездой мне уже не стать, но для своего удовольствия, для радости близких вполне достаточно.